Роберт Блох 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 и написать несколько рассказов. Хотя я держался сколько мог, он настоял, чтобы ему было разрешено пользоваться моей пишущей машинкой, и наши ежедневные прогулки теперь были заполнены разговорами о предполагаемой работе и планах рассказов. А потом наши походы и его интересы совпали роковым образом. Однажды утром после завтрака Мартин вошел в мою комнату и рывком поднял меня со стула. — Пошли! — поторопил он. — Солнце высоко, и мы отправляемся на небольшую прогулку. — Куда? — спросил я. — Разве мы еще не обошли все местные достопримечательности? — Это не экскурсия, — ответил он, улыбаясь. — Это секрет. Держу пари, что есть место, которое ты никогда не видел, и всего в миле отсюда. — Сомневаюсь, — сказал я. — Что за место? Мартин изобразил на лице мелодраматическую мрачность. — Оно называется бездонным прудом, — прошептал он. Что за шутка? Я серьезно. Это на болоте к югу от леса Причарда. Я помню, как наша банда исследовала ее во время каких-то летних каникул, когда я был здесь ребенком. Это странное место. Джордж Грейвс остерегал нас держаться от него подальше, когда мы сказали ему, что побывали там. Он был единственным взрослым, с кем мы говорили об этом, и именно он назвал то место бездонным прудом. Он упомянул об Уолденпонде, местечке в Конкорде, где Тора проводил свои исследования природы, и тот тоже утверждал, что обнаружил бездонный пруд. Он расположен в ложбине среди холмов, не имеет ни устья, ни истока, но вода в нем всегда свежая. Тому причиной, без сомнения, родники и подземная река. Ледник создал здесь несколько странных аномалий. Но Грейвс сказал, что государственные инженеры однажды приезжали в Уолден, чтобы провести замеры, и глубина пруда оказалась больше, чем их самые длинные зонды. Вот что он понимал под бездонностью пруда и сказал тогда, что пруд, находящийся в лесу Причарда, был похож на этот. Видишь ли, предостережение Джорджа Грейвса только подогрело наш интерес к этому месту? Наверное, таковы дети вообще. Мы собрали все лески, какие только могли достать, связали их и снабдили свинцовым грузом на одном конце. Затем мы опустили его в ту стоячую черную лужу на болоте, но дна так и не достали. Ну, нас это напугало, местечко-то жутковатое, и мы восприняли предупреждение более серьезно. Я никогда не возвращался туда. То было мое последнее лето в Конкорде, и я постепенно потерял друзей мальчишек из виду. Однажды прочел в письме, что на следующий год Сэм Дьюи исчез в болоте. Сэм был тем парнем, кто предложил нам провести зондирование. Конечно, я не думаю, что его исчезновение имело какую-то связь, с интересом к бездонному пруду, хотя, возможно, и имело. Он был безрассуден, и Джордж Грейвс, предупреждая нас, намекнул что-то о людях, которые упали туда. Я слушал всю эту историю с умеренным интересом, но Мартин казался искренне заинтригованным. «Пойдем посмотрим на это место», — предложил он. «Оно и впрямь странное. У меня есть предчувствие, что с ним связана какая-то история». Я встал и послушно надел сапоги. В своих одиноких скитаниях я избегал грязных, поросших лесом глубин старого болота, и только для того, чтобы развлечь моего гостя, согласился исполнить его просьбу. Мы двинулись на юг и вскоре достигли края болота. Место было жутким. Ветви мертвых деревьев закрывали солнечный свет, и только бледные призраки его лучей бродили по темным болотным лощинам. Гнилые бревна и скользкие ползучие растения покрывали топь изыбучие пески, по которым я брел за Мартином. Детская память вела его правильно, так что он избегал серых пузырящихся пятен более глубокого ила. Эйли Торп отметил тот факт, удивившись тому, что после стольких лет ничего, казалось, не изменилось. Сначала меня поразили физические преграды, с которыми мы столкнулись. Постепенно, однако, по мере того, как мы углублялись в темное болото, я стал больше осознавать другие, менее осязаемые вещи. Место выглядело гиблым и пахло гнилью и разложением. Мох и грибовидные наросты цеплялись за серые стволы деревьев, раздутые поганки вздымали мясистые мертвые головы на толстых стебельчатых шеях, торчащих из ила. Бульканье болотных газов под нашими сапогами сопровождалось тихим звуком или, скорее, шумом, который, казалось, усиливал тишину и в то же время был ее частью. В ветвях не было ветра, и мы не заметили в этих краях ни птиц, ни животных. И все же когда-то здесь была жизнь, потому что вскоре мы наткнулись на ветхую старую изгородь, которая беспорядочно петляла по нижнему болоту. Мартин, подозвав меня, повернулся и пошел вдоль извилистых деревянных очертаний, пока не достиг ивы, склонившейся над землей. И там, в глубокой темной тени древних ветвей, лежал бездонный пруд. Он оказался маленьким, всего шесть футов поперечники, и черным. Черная, как смоль вода, неподвижная. Пруд походил на большой немигающий глаз, зрачок которого покрывала отвратительная зеленая пена. Подобное сравнение довольно фантастично, но что-то во внешнем виде бассейна вдохновило меня на такие мысли. Это было странно и как-то неестественно. Нехорошо, что этот маленький пруд оказался здесь, на болоте, и, конечно, он выглядел таким же зловещим, как любое другое природное образование, которое я когда-либо видел. Несколько мгновений Мартин стоял, вглядываясь вглубь. Вода тоже черная, пробормотал он. Странно, что в тишине человеческий голос всегда звучит приглушенно. «Черная, как чернила», — добавил он и опустил руку в бассейн, стряхивая пену и собирая темные капли, чтобы я увидел. Вода и правда была черной, и разложившееся в ней вещество придавало ей вид испещренной темно-зелеными прожилками воды. «Место достаточно жуткое для тебя», — спросил Мартин. Я кивнул. «Оно и нас напугало, когда мы были детьми», — заметил он. «И я бы сейчас не был так уверен в своей реакции. Однако какая обстановка для рассказа?» «Возможно». Теперь я смотрел на безмолвную воду и гадал, что вызвало во мне желание развернуться и убежать. Собственные нервы оказались слабыми. Я поспешно отвел взгляд. «Смотри», — крикнул Мартин. На самом деле он произнес слова нормальным голосом, но в отличие от нашего прежнего приглушенного бормотания, то был крик. «Глянь-ка на ящерицу!» — воскликнул он, и действительно поверхность черной воды расступилась с расширяющейся рябью, и появилась какая-то маленькая темная ящерица. Она лежала на спине, словно мертвая. Я протянул руку, взял ее и вытащил. «Но ведь к ней прикреплена нить!» — ахнул я. Нитка уходила в воду. В этот момент кто-то потянул за нить из пруда. Он вырвал маленькую мертвую рептилию прямо из моих рук, но что-то прикрепленное к ней зацепилось за мой плащ, прорезало его и больно впилось в бок. «Крюк!» «Я попался!» — воскликнул я, шагнув к бассейну, чтобы облегчить боль от укола в бок. Но теперь нить натянулась и короткими рывками тянула меня к краю черного бассейна. Я схватил ее обеими руками, уперся ногами в самый край и откинулся назад. Но дерн, на котором я стоял, осыпался, и я скользнул ногами вперед, словно в стигийские воды. «Помоги!» — воскрикнул я. Мартин прыгнул вперед и схватил меня. Мощным рывком он вытащил меня обратно на берег. Вода стекала по моему телу, и теплая кровь обжигала глубокую рану в боку. Я чувствовал слабость. Мартин тихо ругался, намазывая йодом порез под моей рубашкой, а я громко бронился от боли. Никто из нас пока не был готов говорить, но внезапно Мартин повернул голову и снова бросился к краю бассейна. Он молча указал рукой. Еще одна ящерица, крупнее первой, поднялась на поверхность пруда. Она покачивалась и, казалось, манила. Мартин нахмурился, указал на мой израненный крюком бок и прорычал одно единственное слово — наживка. Наживка? Какая еще наживка? Ящерица? Я презрительно фыркнул. Но всю дорогу домой мы дивились случившемуся. Мы спорили, пока я переодевался в сухую одежду, спорили, пока я перевязывал бок, размышляли во время лэнча и лихорадочно спорили весь долгий день. У Мартина, человека с богатым воображением, возникло сдюжину фантастических теорий. Кто ловил рыбу в глубине бездонного бассейна, да еще и с крючком? Что-то жило в бассейне. Может, их было несколько, что-то ловило людей. Разве и в детстве Джордж Грейвс не намекал на исчезновение? И разве Сэм Дьюи не исчез возле болота? Что-то в бассейне расставляло ловушки на людей, нанизывало ящериц на крючки и использовало нить. Бездонный пруд вел в подземелье, и там таилась жизнь. Так, полушутя, высказался Мартин, на что я дал очевидные ответы. Крючком и лёской пользовался какой-то рыбак, она упала в воду. Возможно, ящерица была случайно насажена на крючок, поднялась на поверхность и вытащила лёску. Я ухватился за неё, зацепился, и коряга, запутав конец лёски под водой, потянула меня в бассейн. «А как насчёт второй ящерицы, которую мы видели?» – мягко намекнул Мартин. Я молчал. Мартин на мгновение помрачнел, прежде чем продолжить. Помню, как мальчишкой ловил щуку. Лодка качнулась. Мне тогда было всего девять лет, но я был ловким рыбаком. В тот день я поймал на чок, большую щуку, но и она поймала меня. Я непонимающе посмотрел на него. «Как это?» – спросил я. «Плёска обвелась вокруг моей ноги, и рыба вытащила меня из лодки», – засмеялся он. Затем посерьёзнев продолжал. «Если бы я был рыбой и хотел поймать рыбака, я бы запутал его нитью». Возьмём, к примеру, бездонный пруд. Если бы я хотел поймать того, кто или что ловит меня снизу, я бы схватил эту приманку в виде ящерицы и позволил ей затащить меня в бассейн. Потом натянул нить ещё и привязал бы её к лебёдке, а потом опустил бы крючок. Внезапное освобождение может вывести рыбака из равновесия и запутать его. Затем, быстро намотав брошпиль, я вытащил бы его на поверхность. «Но это же абсурд», – начал я. «В этом бездонном пруду нет рыбака. Это исключено, и кроме того, он просто не может быть рыбаком». «А что насчёт твоего царапанного бока? Не болит?» – саркастически вставил Мартин. «О, давай забудем об этом», – проворчал я. Но я не забыл. В ту ночь мне приснился сон, и Мартин тоже не забыл. Он провёл полночи запишущей машинкой, делая заметки для рассказа. Однако никто из нас больше не заговаривал о бездонном пруде. На следующий день я проснулся с небольшой температурой. Рана в боку немного воспалилась, и я лежал в постели, смачивая её горячей тканью, чтобы уменьшить отёк. Мартин, убедившись, что я не совсем беспомощен, объявил о намерении прогуляться. «Хочу побеседовать с несколькими старожилами об этом месте», – сказал он. «Приготовься к байкам. Я забыл, что именно сказал, но знаю, что пытался рассмешить его из любопытства. Втайне же я был очень встревожен. Мои сны были не из приятных, и бездонный пруд играл в них слишком заметную роль». На мгновение мне показалось, что Мартин собирается опробовать свою теорию рыбной ловли. Он казался почти фанатично заинтересованным. Человек его темперамента может быть сильно подвержен влиянию воображаемых теорий. Он отправился для проведения своего предполагаемого расследования, а я провёл долгий день в дремоте и сновидениях. Было уже далеко за полдень, когда он вернулся, коротко поздоровался со мной и ушёл в другую комнату. Через несколько мгновений я услышал вибрацию от бесшумной пишущей машинки. Поднявшись, я приготовил ужин. Мы ели очень мало, лихорадка лишила меня аппетита, а Мартин, казалось, был так взволнован, что еда его не интересовала. Он почти сразу же пустился излагать длинный поток сплетен, которых нахватался за день. Старина Берт Пиккенс, живший неподалёку от Дамбы, водил знакомство с родителями Мартина. Он рассказал моему другу старые колониальные сказки и даже кое-что из индийских преданий, которые слышал мальчишкой в 70-х. Ходили слухи о болотах к югу от леса, о конкретных случаях исчезновений, уходящих корнями вглубь народной памяти. Навестив бабушку, мэр, сэр Мартин уговорил вечно болтливую старуху рассказать историю своей семьи. Старуха огордилась тем, что её чистая кровь когда-то породила мученицу времён колдовской истерии в Салеме и самым серьёзным образом предупредила Мартина о старом пруде. Именно от неё он услышал об индийских ритуалах на болоте, где воины иногда приносили жертвы богу Ямы, который, как они верили, обитал в пруду и бросали тела в воду. Я видел, что Мартина впечатлили эти сведения даже больше, чем он признавался. Он был очень активен в сочинении своей истории, так что она обрела почти узнаваемые очертания. Он процитировал по памяти слова Коттона Мезера о вратах в ад и отверстиях в земле, ведущих в долины проклятых. В самом деле Эйлер Топ сочинил прекрасный рассказ о пруде и сделал это так ловко, что я был вынужден заключить, что он наполовину поверил в некоторые из услышанных историй. «Я напишу всё сегодня вечером», — сказал он мне, «но придётся ещё раз осмотреть это место. Знаешь, во всём этом есть что-то завораживающее, это настоящая тайна. Разве не было бы замечательно, если бы в моих теориях о рыбалке имелась доля правды». В конце концов, не могут же эти ящерицы сами делать крючки и нити, и некоторые из этих бабушкиных сказок вполне достоверны. Я промолчал и рано лёг спать, оставив Мартина печатать в соседней комнате, как он и планировал. Мой сон был неспокоен, должно быть, около полуночи я проснулся в холодном поту и, спотыкаясь, пошёл на кухню за водой. В доме было темно и тихо. Я прошёл в комнату Мартина и, вздрогнув, увидел, что его кровать пуста. Лихорадка исчезла. С необъяснимым ужасом я понял, что Мартин ушёл, и я знал, куда он отправился. Первой мыслью было, что я переоценил его исцеление. Возможно, он всё ещё был психически болен. Болотная заводь произвела на моего друга болезненное впечатление. Заблуждение могло бы побудить его к тому, чтобы увидеть это место при лунном свете ради ощущения атмосферы истории. Я вернулся в постель, но не заснул. Всё ждал, когда он вернётся. Ночь выдалась долгой. Я дрожал от лихорадки и затаённого страха. Нехорошо бродить ночью по болоту в одиночестве. Зыбучие пески и туман, не говоря уже о возможности наткнуться на какого-нибудь бродягу, делали эту затею опасной. Но по прошествии часа я обнаружил, что меня беспокоят вовсе даже нереальные очевидные угрозы. Я стал думать только о самой заводе и о приманке на её чёрной поверхности. И тут меня охватила беспричинная паника. Я встал, закутался, натянул сапоги, закрепил на поясе фонарик и выбежал. Клянусь, я не ощущал течения времени в ночном путешествии по лесу. Мне показалось, что прошло всего одно лихорадочное мгновение, прежде чем я углубился в чёрные дебри, окаймлявшие болота. Лишь одно туманное мгновение, прежде чем я метался от кочки к кочке в поднимающемся тумане, выкрикивая имя Мартина. Только лягушки квакали в ответ. Затем я пошёл вдоль изгороди и, наконец, ухватился за ствол ивы, глядя вниз на берег пруда, мокрую грязь, где виднелись свежие отпечатки человеческих ног. Они смотрели только в одну сторону, по направлению к пруду. И по мере приближения к краю они становились расплывчатыми, как будто кто-то тащил человека за собой. Затем затянул в чёрную безмолвную воду, из которой теперь медленно-медленно поднимались крошечные пузырьки. Я закричал и убежал в ночь. На следующий день меня охватила лихорадка, но я был рад, потому что жар не давал слишком много думать, размышлять о том, что случилось, и о том, что я планировал сделать. Я не рассматривал возможность самоубийства своего друга, не тогда, когда читал отпечатанные на машинке заметки Мартина, написанные накануне вечером. В них содержалась вся история его умозаключений и имелись удивительные намёки на то, что он ожидал извлечь из глубин пруда. Наконец, в записках он повёл речь о своём желании снова посетить таинственное место и поймать ящерицу для осмотра, проверить, не принадлежит ли она к известному виду, а также определить, как именно она была умерщлена. Ещё ему нужна была нить и один из крючков. А потом он попробует осуществить свой план, потому что мой друг определённо намеревался использовать трюк с брашпилем. Я узнал, что ещё до того, как утро закончилось, грузовик доставил заказ из города. Мне стало плохо, когда я подписывался именем Мартина за заказ. Я вдруг представил себе, как прошлой ночью он стоял у пруда, ожидая появления приманки, потом нагнулся, чтобы вытащить рептилию, и его поймали и потащили. Нет, это не самоубийство. Это было убийство. Но каким образом? Сквозь жгучий бред пришёл ответ. Картины, вызванные индийскими легендами и колдовским шёпотом. Подводный обитатель, отлавливающий любопытных людей. Трещина в земной коре, ведущая в какую-то адскую подземную пещеру. И Мартин спускается, спускается в чернильную воду на конце крючка, чтобы быть схваченным. Чем? Я выясню. Брашпили план Мартина. Он будет отомщён по своему же плану с собственным орудием. Должно быть, я слегка тронулся умом. День шёл своим чередом, и я много разговаривал и смеялся про себя. В сумерках собрал снаряжение и отправился к болоту. Когда я вышел из леса Причарда, уже поднимался нездоровый ночной туман, но, несмотря на лихорадку, я продолжал идти. Я продвигался сквозь кошмар. Когда же, спотыкаясь, брёл по болоту, невидимые лягушки квакали мрачную летанию. Со всех сторон тускло поднимались тонкие струйки тумана, и дымчатый морок висел над головой. Я барахтался в серой темноте, волоча за собой брашпиль. Часто приходилось погружаться по щиколотку в лужи, пузырящейся слизи. Всё вокруг меня в ночи дышало гнилью, разложением и смертью, и я помню, как думал, что это гнилое болото было лишь рамкой, фоном, а правой для чёрного камня бездонной ямы. Но туман и жар в висках объясняли подобные дикие фантазии. Туман и лихорадка вызвали во мне невыразимое отвращение, когда я впервые узрел чёрной водой чернильной пропасти в центре болота. Туман и лихорадка так одурманили меня, что я монотонно ругался, привязывая брашпиль к большому бревну, стоявшему на берегу. Короткая верёвка от барабана брашпиля тянулась к краю бассейна и заканчивалась зажимом. Какая-то отстранённая часть моего сознания выполняла эти операции с методической точностью, а другая часть побуждала посылать проклятие, когда я сидел на корточках в лесной темноте вздымающегося дышащего болота. Зыбучие пески под ногами гудели и стонали, и я вспоминаю, как в голове возникла дикая картина. Передо мной возник фантастический образ, будто я скорчился на коже какого-то гигантского чудовища, словно само болото было шкурой огромного зверя, а бездонная чёрная яма крошечной ранкой в плоти, как от укола булавкой. Но и это тоже породил туман и жар. Приготовления были завершены. Я даже не взглянул на покрытую пеной поверхность пруда, настолько был уверен в том, что должен увидеть. Теперь, когда барабан был готов к работе, а брашпиль надёжно закреплён, я вгляделся в тёмные глубины и включил фонарик, висевший у меня на поясе. Его лучи осветили плавающее голубое тело крошечной ящерицы, монотонно покачивающейся на поверхности загадочных вод. Оно плавало, поднимаясь и опускаясь в неподвижной воде, и этот факт внушил мне ужасный страх от того, что история бедного Мартина подтвердится. Я уставился на мёртвое существо, борясь с мороком и лихорадкой, которые создавали серый туман в моём мозгу, пока единственной мыслью не стало паническое желание убежать. Я раскачивался на каблуках, желая с криком бежать через болото туда, где природа здорова и дружелюбна, а потом полез в карман за кусачками, найденными на столе Мартина. По какой-то абсурдной причине холод обычного металла успокоил меня. Свободной рукой я схватил голубую ящерицу. Я вытащил тело из воды в луче фонарика на берегу, и ясный жёлтый луч рассекла чёрная линия. Ящерица была привязана. Схватив зажим, лежавший неподалёку, я быстро прикрепил нить к ребёдке. Потом обеими руками дёрнул за нить и потянул. Дрожь пробежала по телу, потому что я почувствовал ужасный, безошибочный ответ с другого конца нити. Она напряглась, дёрнулась в воде. Кто-то внизу тянул за неё, кто-то рыбачил. Но кто? И как глубоко внизу? Тяга была сильной. Во внезапном отчаянии я почувствовал, как мои каблуки заскользили по берегу. Мощные толчки приближали меня к чёрному краю этого тёмного неподвижного пруда. Со вздохом я отпустил нить, и та нырнула обратно в воду. Перед моим мысленным взором возникло глупое, бессмысленное видение рыбака, стоящего на пристани, а затем падающего навзничь, когда улов отпускает лёску. Это была идиотская картина, потому что на дне бездомного пруда не могло быть рыбака. Или он мог быть. Скоро я выясню это. Нить упала, затем достигла места, где я привязал её к лебёдке. Там она щёлкнула от натяжения. Рыбак потерял равновесие. Он попался на крючок. Я невесело рассмеялся при этой безумной мысли. Потом взялся за ручку лебёдки, повернул барабаны и почувствовал, как чудовищное давление натягивает нить, пока она снова не вытянулась в линию прямо в луче фонарика. Натянутая нить в чёрной воде бассейна начала раскачиваться взад-вперёд. Я вертел и вертел ручку лебёдки. Сотни, тысячи оборотов совершались в нарастающем безумии, ибо теперь я отчаянно осознавал, что каждый поворот приближал меня всё ближе и ближе к тайне бездомного пруда. Внезапно лебёдку заклинило. Я в ужасе уставился на неё, потом увидел, что барабан полон. Затем я прыгнул вперёд и схватил остатки нити руками. Это заняло несколько секунд, но я словно прожил год. Сквозь лихорадку и туман я увидел то, что ожидал – обнаружить на конце нити. Раздутое тело Мартина, синее и распухшее, с линией, зажатой между стиснутыми зубами. Бесформенное тело ребёнка, давно увязшего в слизи ямы. Морское чудовище. Но нет, этого не может быть. Там внизу был рыбак, который ловко наживлял этот крючок и посылал прочнейшую нить вверх, чтобы ловить детей, бродяги и любопытных мужчин. Рыбак поймал Мартина и теперь запутался в своей нити. Рыбак в чёрном бездонном пруду, и я вытаскивал его оттуда. Лучи фонарика на берегу теперь отражались от поверхности пенистых вод, но вот они исчезли. Блики от лучей пузырились и кружились в водоворотах, и чёрная слизь поднималась вверх, когда я наматывал на руки режущую нить. Мне сопротивлялась неимоверная сила, и только страх заставлял меня усиливать хватку. В этот момент я с радостью отпустил бы нить, но от ужаса мои мышцы напряглись. Медленно, неумолимо я в жёлтом свете фонарика вытянул из воды последнюю часть нити. Рыбак явился. Не помню, кричал ли я вслух, но этот звук был вызван абсолютным страхом, который звенел и разбивался в моём мозгу. Ибо я увидел существо из пруда, увидел перетянутую шею, вокруг которой была намотана нить, что и позволило вытащить рыбака наверх. Я увидел, что заполнило шестифутовую поверхность пруда, когда оно появилось. Это была голова, которую могли породить только ночные кошмары. Ни человек, ни рептилия, ни лягушка. Тем не менее, у рыбака были большие выпученные жёлтые глаза и морда, как у ящера, покрытая зеленоватой кожей, блестевшей на фоне жёлтого света. Чудовищные выпученные глаза дико закатились и расширились в агонии, когда существо открыло свою огромную пасть в беззвучном задыхающемся вздохе. Я уставился в красную пасть с клыками, не принадлежавшими ни одному зверю, известному науке, и в этот момент меня охватило тошнотворное осознание. Это и был рыбак. Лишь на мгновение эта гигантская блестящая голова поднялась над водами пруда. Потом мои руки заскользили, нить с пронзительным звоном лопнула, и рыбак с громовым всплеском слизи погрузился в бурлящие чёрные волны. Я тупо уставился в пруд, где успокаивалась вода. Больше я ничего не видел и не желал видеть. Я не хотел знать, что за ужасная жизнь процветала на дне этого пруда, где бы оно ни находилось. Мне не хотелось размышлять о хитроумии первобытного существа, которое вплоть до сего дня вылавливало людей из своего логова в чёрной глубине. Я не думал, что смогу вынести предположения, которые теперь требовали осмысления. Было ли это единственное существо в своём роде или их там было больше? Какое извращение законов природы допускало их существование в тёмных глубинах, и что за жуткий разум побуждал этих древних тварей ставить приманки на людей? Имелись ли ещё отверстия в земной коре, подобные этому, через которые подземное безумие могло добраться до людей. Но больше всего я старался не думать о развороченных берегах пруда и о причинах этого явления. Голова всплывшего чудовища заполнила пруд. Берега же были разворочены плечами. Шестифутовый пруд оказался недостаточно широк, чтобы пропустить всё тело монстра. Туман и лихорадка милосердно избавили меня от этого. Знаю, что бросил брашпиль в пруд, он резко пошёл ко дну, и я смутно помню, как побежал назад через болото. Следующие несколько дней я болел, а потом приехала полиция, и я рассказал им всё, на что осмелился. Они видели пруд, но не поделились со мной мнением насчёт него. Сегодня я рассказал им больше, и скоро расскажу всё, что знаю. Не для того, чтобы сохранить свою свободу, а потому что теперь я хочу, чтобы это место было заколочено. Так и должно быть, иначе другие увидят приманку. Оно должно быть заколочено, потому что его невозможно засыпать. Скоро я расскажу им, или пусть читают эти записи. Они могут считать меня сумасшедшим, если хотят, но я верю, что им хватит ума действовать и действовать быстро. Может быть, если они и тогда не поверят, я покажу им крюк, который у меня есть. Крюк из нити в пруду, который я отрезал. Мне неизвестно, мне ненавистно открывать им последнюю часть правды, потому что я ненавижу саму память об этом. Крюк сделан из какого-то золотого металла, твёрже чистого золота. Он вырезан и грубо скроен, и мне неприятно думать о существах, которые намеренно создали его для столь ужасной цели и сделали нить, к которой он был прикреплён. Мне невыносимо думать о цивилизации, стоящей за подобными приспособлениями. И хуже всего вспоминать о тех узорах на металле. Каким первобытным художникам созданы эти рисунки? Их три, вырезанных на золотой поверхности. Они рассказывают всё так, что я слишком хорошо знаю, почему рыбаки из своих бездонных ям ищут людей с наживкой. Первый рисунок крошечный, как и остальные, но на нём безошибочно изображено существо, подобное тому, чью голову я видел. Я не осмеливаюсь описать тело, которое здесь показано, но существо наживляет крючок. Второй маленький рисунок – грубое изображение человека, падающего в воду на конце нити, как должно быть упал Мартин. И третий рисунок, но я не должен говорить об этом, рассказывает о судьбе Мартина, о том, почему рыбаки ловят рыбу. Третий – адский рисунок на крючке. На нём изображён пир. Бездонный пруд должен быть заколочен. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова